сегодня будет сказ о том как я получал справку на перевыпуск прав меня с самого начала подмывала с экшн камерой все эти процедуры проходить потому что я чувствовал что попахивает приключениями мягко говоря тем не менее справку я получил собственно она тут вся прям защищенная какими-то водяными знаками прочь получил в итоге на категории б б м м б 1 б это легковые под категориями там b1 это что-то типа мотоциклов там свыше 50 кубов м это мотороллеры и квадроциклы по моему до 50 кубов б е это легковушка прицепа причем там написано как с прицепом свыше 750 килограмм раньше вроде было наоборот не то посмотрел в общем приключения начались там же что получить эту справку нужно сначала получить справку в в наркодиспансере и психоневрологическом диспансере что ты у них на учете не стоишь там вся фигня вот мои приключения начались с того что в наркодиспансере ну мало того что народу было просто немерено там у нас этот наркодиспансер по моему он на всю область что ли один бред какой-то вообще все за справками едут туда то есть ты попадаешь в регистратуру раньше кстати этого не было раньше общиком сразу к доктору попадаешь на выписывать из картотеки свободе но это был давно не право сейчас попадаешь в регистратуру тебя записывают выдают себе карту ты сразу же на месте должен оплатить услугу это она стоит 170 рублей мясо бы был в кошельке 100 рублей вот и когда начало типа оплачивать я говорил почему с электронной кассы то нету по закону должна быть ну чтоб карты то оплатить вот я как олень с утра пораньше побежал искать где-то поблизости банкоматы а все более менее приличные магазины где есть банкоматы а между 10 часов работы зачем открываться с 8 часов чем в россии что вот но с трудом я нашел конечно там банкомат забежал в сбер там сбери как обычно банкомат не работает что-то глючит зависла и я я не удивился потому что это вообще нормальное явление для сбербанка вот но в итоге нашел я в банкомат более-менее работающий снял денег побежал обратно конечно же там вперед меня уже народу наползло столько что кошмара там просидела не знаю часа полтора просто ждал стоял так тухлили там все блин далее второй прикол это уже психушки тоже народу неверено всем они там мы за регистратуру выдают вот эти бумажки заполняйте сами договора заполняйте сами после того как заполнил из регистратуры идет чуиха на касту там тебе пробивает стоит эту услугу 260 рублей то есть уже 170 отдал еще 260 за вторую справку и вот эта справка тоже стоит денег минимум тысячу рублей по городу она стоит вот максимум что видел полторы вот в итоге психушки попадаешь на какого назвать главному психованному терапевту их там два человека они типа осматривают тебя но не стал ли ты психом за последние 10 лет ну я меняю права вот то есть насколько ты стал дебилом и ездя по нашим дорогам с нашими ямами такими же психованными водителями короче ну по виду вроде нормальная да но у меня попросили военный билет бляха короче по военному билету они смотрят служил ты в армии не служил я не у меня проблемы желудком были тогда да и сейчас они не остались вот метода в армию не взяли дали нет билет блин вот но военника не было я им сразу я не служил ни второй вопрос почему не служил может ты псих и тебя поэтому не взяли чтобы это доказать что ты не псих а у тебя там реально там задница просто болела дайте тебя поэтому нельзя я надо тебя направляются справкой за выпиской из военкомата короче ты туда едешь тебя не дать эту выписку эта информация конфиденциальная типа вот там фигня вот ну я приехал короче военкомат неприемный день неприемно хочу работать зачем вообще работать стране в нашей где ты налоги постоянно платишь любые вообще-то начиная там с транспортного подоходного и прочего ты еще за каждую справку отваливаешь на каждую то есть нашей стране вообще не знаю чего у нас вообще бесплатно и вот чтобы справку более-менее побыстрее получить ты должен заплатить везде короче отваливаешь бабки везде у нас стране у нас ты бесплатно медицина бесплатно справки которые вот мне они на хрен не впились я за не должен отваливать везде на каждом углу мне деньги еще и в очередях стоять как последний дебил кому-то не вот я лучше бы полдня эти там проработал да там заработал денег да еще там на еду детям на конфеты в общем рекомендую делать все заранее в итоге венкомате я ничего не получил поехал обратно вот нет он по каким-то старым каналом нашли там информацию по мне выдали мне все-таки справку но по-хорошему так тыс военкомата нет выписки они лучше иметь но почему-то не служила то могут завернуть и до свидания то есть справку не получишь потом вот эту ты не получишь и соответственно новые права ты хрена когда увидеть у меня как обычно вот у меня права в принципе заканчивается на днях вот лучше все делать это заранее в общем один сплошной везде геморрой вот поехал я в платную клинику и в платной клинике сделать справку там в платной клинике вот те две справки от психов и этих и от наркологов они забирают вставляют себе и науки выдают тебе только вот эту одну с которой ты уже идешь получать права права естественно уже нового образца и здесь вот они ставят галочками на какие категории тебе было вызвано справка раньше был от наверно оба cd и оба cd и и все наверно до категории то сейчас их я не знаю сколько 15 наверно разных под категории какие кошмака так что такая эпопея кошмара в общем справка этого обошлась там 160 по 170 плюс 260 430 плюс 1000 да то есть ну грубо полторы тысячи она обходится ему и целый день надо готовиться к тому что ты угрохаешь набегать ним по всем этим кабинетом и стал кого такие дела бардака все прям так это бесит все ужас ненавижу все эти процедуры в нашей стране вот но не для людей все сделано сегодня для людей в электронном виде давно бы подал заявки вот тебе надо эти бегать справки вот им нужны эти справки пускай них и запрашивают наша задача подать вот на госуслуги я залазил на замену правда подать услугу заказать введите номер справки и побежал беги вот она электронная наша система документа оборотов бред короче полный бред вот и нужна эта справка пускание и запрашивают там им надо мы то почему должны бегать ты к счету и все пошлины должны заплатить за выдачу прав за справки за все за все за все за все за все за все заплатить и еще побегать да бред вообще дебильный бред все у меня все я злой но не очень злой но раздражает всем пока